Аллилуйя! Каждым вдохом моим Я слаблю, каждым шагом моим Всем, что есть у меня Я слаблю, по-другому нельзя Каждым вдохом моим Я слаблю, каждым шагом моим Всем, что есть у меня Прослаблю, по-другому нельзя Каждым вдохом, каждым вдохом моим Я слаблю, каждым шагом моим Всем, что есть у меня Прослаблю, по-другому нельзя Сердцем огни мы возносим тебя За все дела мы прославим царя Все, кто любит его, вместе встанет Все, кто любит его, давай прославим Все, кто любит его, то свободе и славу Все, кто любит его, то свободе и славу Каждым вдохом моим я славлю Каждым шагом моим Всем, что есть у меня, прославлю По-другому нельзя Каждым вдохом, каждым вдохом моим Я славлю, каждым шагом моим Всем, что есть у меня, прославлю По-другому нельзя Сердцем огни мы возносим тебя За все дела мы прославим царя Все, кто любит его, вместе встанет Все, кто любит его, давай прославим Все, кто любит его, то свободе и славу Постань Все, кто любит его, вместе встанет Все, кто любит его, давай прославим Все, кто любит его, то свободе и славу Постань Аплодисменты Иисус, ты смысл жизни Ты, ты смысл нашей жизни Ты, ты для кого живем мы Ты, ты смысл нашей жизни Ты, ты Ты, ты смысл нашей жизни Ты, ты для кого живем мы Ты, ты смысл нашей жизни Ты, 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 ты Все, кто любит Его, вместе встанем Все, кто любит Его, давай прославим Все, кто любит Его, кто свободен, славу поставь Все, кто любит Его, вместе встанем Все, кто любит Его, давай прославим Все, кто любит Его, кто свободен, славу поставь Все, кто любит его, вместе встанет Все, кто любит его, давай прославим Все, кто любит его, просвободен славу нас Все, кто любит его, вместе встанет Все, кто любит его, давай прославим Все, кто любит его, просвободен славу нас Орлея! Ораюля! Орлея! 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 Он не достоин! Орлея! Он не достоин, заслуженный! Давайте сегодня мы будем славить Его Выходите, танцуйте пред Господом Не стесняйтесь Вы знаете, давайте мы сделаем памятными те дни Памятными в род и род В своей жизни, в своей семье Те дни, когда Господь спас нас Те дни, когда Господь соприкасался с нами Те дни, когда Господь являл чудесам нашей жизни Аллилуйя Слава, слава Тебе, Господь, Тебе одному Слава, слава Тебе, Господь, Тебе одному Слава, слава Тебе, Господь, Тебе одному слава! Моя судьба только в Господе, Свою делу Он меня избрал. Милостью ищет ротом мир, Мое сердце и путь увечал. От них пришел только в Господа, Твои ловцы пойдут в небеса, И увидят нам Господа. Слава Тебе, Господь, Тебе одному слава! 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 А, Господь, мы славим Тебя, Иисус! Слава Тебе, Господь, Тебе одному слава! 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 Благодарить Ему всем сердцем, благодарить Ему всем сердцем, что эта проблема, она будет решена сегодня. Благодарить Ему всей душой, всем сердцем, восставать Ему всю славу. Слава тебе, Господь, тебе одному, слава тебе, Господь, тебе одному, слава тебе. Аллилуйя! Воскрепнете Господу голосом радости! Аллилуйя! Боже, мы славим Тебя на этом месте! Аллилуйя! Аллилуйя! Народ Божий, вы помните слово пастыря на Бабазане? О том, что мысль, она имеет силу Но больше мысли есть слово А больше слова есть Я не слышу крика Больше слова есть Воскликните, воскрикните Господу глазом радости Если мы Если мы хотим иметь Божью победу Амин Если мы хотим видеть Божью победу Божьего слова в нашей жизни Нам нужно воскликнуть Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе, Иисус И пусть слава Божья Она сойдет и наполнит каждого из вас В вашей жизни И те нерешенные ситуации и проблемы Они просто уйдут Во время хвалы Во время того, когда мы преклоняемся перед Богом Перед всемогущим Богом Происходит чудо Народ Божий Это не просто песни Это не просто веселье Это прорыв Хвала Это наш с вами прорыв Аллилуйя Давайте будем прорываться Я буду жить всегда В твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоем законе В воле моя Буду вечно прославлять тебя Я буду жить всегда В твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоем законе В воле моя Буду вечно В твоем законе 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 Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоём законе воля моя Буду вечно красна для тебя Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоём законе воля моя Я буду жить всегда в твоём законе Буду вечно красна для тебя Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В твоём законе воля моя Буду вечно красивая Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть в твоём законе Буду вечно! Най-дай-дай-дай Буду славить Господа в сердце моём всегда По спою ему хвалу за счастливую судьбу Буду славить Господа в сердце моём всегда По спою ему хвалу за счастливую судьбу Буду славить, господа, сердце он моё всегда По свою ему хвалу, за счастливую судьбу Буду славить, господа, сердце он моё всегда По свою ему хвалу, за счастливую судьбу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты наш Творец, Ты наш Отец Мы величаем Тебя, мы благодарны Тебе, благодарны Тебе за наши жизни, Бог Мы хвалим Тебя, всем сердцем хвалим Тебя, приди и воссядь, Боже, на престоле хвалы нашей Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите все, в ком дыханье есть Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес Хвалите все, в ком дыханье есть Хвалите Бог, хвалите Бог наш Творец Аллилуйя, аллилуйя Богу хвалта Богу хвалта Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, 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 хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Aleluia! 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 Слово Христа. Боже, я прошу тебе, чтобы ты исцелял прямо сейчас. У кого головная боль, Боже, прямо сейчас прикоснись, Отец, во имя Иисуса Христа. Пусть твоя сила, Боже, будет, пусть твое могущество будет, пусть прямо здесь, Боже, твое исцеление будет. Мы постанавливаем, Боже, здесь твое исцеление во имя Иисуса Христа. Отдайте все проблемы Иисусу, отдайте все болезни Иисусу, отдайте сегодня все немощи Иисусу, отдайте все вопросы Иисусу, доверьтесь Богу, и Он решит все, что намерен на вашу жизнь, и Он восполнит все, в чем вы нуждаетесь. Если вы раньше не доверяли Иисусу, сегодня время, когда Ему довериться. Если вы раньше не доверяли Иисусу, сегодня время сказать, Иисус, я доверяю. Ты царь царей, Боже, и Бог богом, Боже, пусть твоя слава нас не будет. Аллилуйя. Ты великий Бог, ты царь царей, ты Бог богом, и мы воздаем тебе всю славу, мы воздаем тебе всю честь, мы воздаем тебе всю хвалу. Давайте будем рукоплескать Иисусу, давайте будем воздавать Ему аплодисменты, давайте ставим за славу, мы воздавим его славе, его честь, Иисусу. Ты царь, Боже, все аплодисменты, вся честь тебе, Боже, любим тебя, обожаем тебя, это время, Боже, когда ты посетишь твой народ. Во имя Иисус и Христа, ты благословляй, Боже, пусть твоя слава нас не будет. Во имя Иисус и Христа, я благословляю тебя, Боже, я благословлю тебя, Иисус Христос, ты царь, ты Бог богом, и мы воздаем тебе всю славу, давайте воздавим Ему в сущие, давайте поднимем свои руки к Богу и скажем, как мы ее сильно любим, давайте поднимем свои руки к Богу и признаем своему в любви. Давайте поднимем свои руки к Богу и скажем, что Он достоин всей славы и всей хвалы по имя Иисуса Христа. Воздайте Богу великую, великую славу. Воздайте Иисуса аплодисменты. Воздайте Царю Царей всю славу. Воздайте Богу огромную славу. Аплодисменты Иисусу. Давайте создадим здесь атмосферу Царства, атмосферу неба. На небе все ангелы радуются. Давайте аплодировать Иисусу. Давайте встретим Его здесь. Давайте встретим Иисуса достойно во имя Иисуса Христа. И вся Церковь скажет Аминь. Давайте громче аплодисменты Иисусу. И давайте поприветствуем нашего проповедника Рона Бруса. Пожалуйста, поднимите ваши руки к Богу. Давайте начнем прославлять и поклоняться нашему Богу. Бог, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, Отец. Начинайте прославлять Бога. Просто начинайте молиться сильно Богу. Благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Боже. Отец, Ты потрясающий. Мы любим Тебя, Бог. Мы отдаем Тебе всю честь и славу, Бог. Благодарим Тебя, Бог. Аллилуйя, Бог. Бог, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы верим в то, что Твое Слово является помазанным. Мы верим в то, что Твое Слово является Духом и жизнью. Бог, мы благодарим Тебя, Отец, за сегодняшнее Слово. Бог, мы также благодарим Тебя за Духа Твоего Святого. Он есть здесь сегодня с нами. Мы благодарим Тебя, Бог, за все явления и все дары. И благодарим Тебя за то, что у нас есть честь проговаривать те вещи, которые важны и являются. И мы благодарим Тебя за то, что Дух Святой, Он помогает каждому из нас получить и принять это Слово. Бог, помогай нам делать и поступать по Твоему Слову. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И вы можете присаживаться. Если вы откроете сейчас со мной наши Библии, давайте их откроем. Римлянам 8 глава. И мы будем смотреть в римлянам 8 глава, 26 стих. Римлянам 8 глава, 26 стих. Likewise, the Spirit helpeth our infirmities, for we know not what to pray for as we ought, but the Spirit maketh intercession for us with groanings that cannot be uttered. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Now this word infirmities, we have infirmities. The Greek word that's translated infirmities means weaknesses. Есть слово в этом местописании, которое говорит немощи. Это немощи означает нашей слабости. It means inabilities, things we cannot do. Это означает и описывают те вещи, которые мы сами не в состоянии сделать. There's things we cannot do because we're in this body, because we're in the flesh. Есть вещи, которые мы сами по себе не можем сделать, потому что мы находимся в наших физических телах, в нашей плоти. You don't have to turn there. Вам не надо там что-то делать с вашей плотью. But in Romans chapter 6, Давайте мы посмотрим также. Вы, пожалуйста, не отвлекайтесь от этого местописания. Но в Римлянам 6 глава, He says our bodies are subject to mortality. Our bodies are mortal. Romans 6 глава, 12 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях. That word mortal, literally it means our bodies are subject to death. They're subject to dying. Когда здесь говорится о том, что смертное ваше тело, говорится о каком-то предмете, о вашем теле как о предмете, которому предстоит умереть. Из-за того, что у нас есть вот наше тело, у нас есть какие-то... уязвимость в нашем теле. There's things we just cannot do by ourselves. Есть вещи, которые сами по себе мы не можем сделать. For example, мы не можем делать чудеса. Мы не можем исцелять людей. Amen. Amen. Even when Jesus came to the earth, даже когда Иисус пришел на эту землю, Он был Богом. And He had God's nature. У Него была природа Божья. But Philippians 2 says He came in the form of a human being, in a body. Но в Филиппийцам второй главе сказано, что Бог, Он пришел на эту землю воплоти в человеческом подобии. When He did that, He took on our inabilities, our weaknesses. Когда Иисус сделал это, Бог, когда сошел на землю, Он таким образом, Он стал участником наших немощей. By Himself. Jesus could not preach. Бог, Иисус, Он не мог проповедовать. He couldn't teach. Он не мог учить. He couldn't heal anybody. He couldn't do any miracles. Он не мог исцелять. Он не мог творить чудеса. I mean. I mean. Because He became a human being. Потому что Он стал человекоподобным. Он стал как человек. For 30 years, Jesus didn't do any ministry. Вы знаете, на протяжении 30 лет, Иисус, у Него не было служения. I mean. Because He was not able to do it. Потому что у Него не было возможности это сделать. But then, at the age of 30, Jesus was baptized with the Holy Ghost and power. And He began to teach. He began to preach. He began to do miracles and minister healing to people. How did He do that? He did it with the help of the Holy Ghost. Acts chapter 10, verse 38. It says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Acts 10, 38. 10, 38. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. So, God the Father anointed Jesus the man with the Holy Ghost and power. Он помазал Иисуса, который был в теле человека Духом Святым. That's what Jesus of Nazareth means. It means the man side of Jesus. Когда упоминается в Библии Иисус из Назарета, здесь говорится о человеческой природе Иисуса. Hallelujah. So, after He receives the Holy Ghost, после того, как Он получил помазание Духа Святого, then He starts doing things He couldn't do. Он начал делать то, что Он до этого раньше никогда не делал. Потому что Бог Он начал делать какие-то вещи через Духа Святого, но с помощью Иисуса. In Romans, Romans chapter 15, verses 18 and 19, Paul says, when I preach to the gospel, to the Gentiles, when I preach the gospel to the Gentiles, I preach the word, but I also preach the gospel with deed, with power, with action. Hallelujah. How did Paul do that? Well, he was anointed with the Holy Ghost. So, when he stepped out to obey God, the Holy Ghost helped him preach, the Holy Ghost helped him teach, teach. And then the Holy Ghost helped him do miracles and prove the word of God. Hallelujah. Without the help of the Holy Ghost, Paul would not have been able to do that. Without the help of the Holy Ghost, Jesus would not have been able to do his ministry. Well, we have that same Holy Ghost available to us to help us do what God gives us to do. hallelujah. Here's another thing the Holy Ghost will help us with. In Romans 8, 26, he says we need to be praying things. We need to be saying things. But we don't know everything. Amen. We don't know everything that's happening. We don't know what's in people's hearts. We don't know all of God's will. So how are we going to pray? How are we going to speak things? He says we yield to the Holy Ghost and he will help us. He will give us things to say. Hallelujah. Look at 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1. Now, this letter to Timothy. The verse I'm going to read. People look at that verse as a nice encouragement. to Timothy. But he wasn't encouraging Timothy. But he wasn't encouraging Timothy. He was rebuking Timothy. He was correcting him. He wasn't being nice to Timothy. He was yelling at Timothy. Timothy, what are you doing? He was telling you to pray? What are you doing? Now, what was happening? Well, Timothy went, was at Ephesus to pastor the church and to minister. Тимофей, он был, он проповедовал для служителей, на служении и для церквей И потом он прекратил свою проповедь Он прекратил свое учение Он прекратил свое служение людям И вы знаете, он начал отрицать то, что он знал Павла Он как бы отстранялся от этого всего И поэтому Павел написал ему письмо Вы знаете, была причина для того, чтобы он остановился Из-за того, что начали сгонения В то время начали убивать христиан Начали просто издеваться, пытать, насиловать христиан Вот, например, одна из вещей, которую делали тогда They would get a long pole Like a long piece of wood Вот клали огромную такую деревянную балку And they'd take a Christian And they'd put him on the pole They'd tie him to the pole И они привязывали его к этой балке Then they'd pour oil all over the Christian Потом они обмазывали этого христиана Вот, выливали на него масло Then they would pick the pole up Потом они поднимали эту балку And put it on the side of the road И ставили ее сбоку дороги When the sun went down И когда солнце спускалось вниз They lit the Christian on fire Они поджигали христиан The Christians became the streetlights И вы знаете, христиан тогда, благодаря вот этому Их делали вместо фонарей на улице I mean That's what they were doing So, because of all these things happening Timothy backed up So, Paul writes a letter Verse 7 Hey Timothy What are you doing? Why have you stopped preaching? Почему ты прекратил проповедовать? Why are you ashamed of the gospel? Почему ты теперь стыдишься благовестия? God has not given us a spirit of fear But of power, love, and a sound mind Ибо дал нам Бог Духа не боязни Но силой и любви И целомудрия Amen Be not thou therefore ashamed Of the testimony of the Lord Nor of his prisoner But be a partaker Of the afflictions of the gospel According to the power of God Amen Timothy, don't stop Go forward You've got the Holy Ghost and power Amen You can endure persecution and affliction With the power of the Holy Ghost Ты можешь противостоять Либо же принимать Все гонения Все издевательства над христианами Благодаря духу своему святому и силе Some of you Somebody in your family Says something mean to you So you stop being a Christian You don't even know What persecution is I have lost thousands of friends In the last two, three years People burned alive Людей сжигали заживо People cut open with swords Вы знаете, людей Их даже мечом Просто распаривали их плоть People tied with a rope Between two cars Людей Вот их связывали Веревкой Между двумя машинами And they drive the cars Until they pull the person apart И потом эти машины Они начали разъезжаться До того момента Как человека просто не разорвет Но знаете Они не остановились Проповедовать Иисуса И Его Евангелие Они не отвергли Иисуса Они не отвергли Иисуса Они не отвергли Иисуса Они не отвергли Иисуса The more they persecute them The more people preach the gospel Вы знаете, чем больше людей Гонят И гонят в тех странах В которых я побывал Тем больше они благовествуют Потому что у них нет страха Так же и у нас нет страха We have the power of the Holy Ghost У нас есть сила Духа Святого Аминь 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 Ну что они могут сделать со мной Ну подумайте Ну что они могут сделать со мной Единственное что они могут сделать Это просто убить меня Но они же убивают только мое тело Аминь 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 Бог Я сразу на небе С моментальным вознаграждением За все свои страдания Death is not a defeat for Christians Death is a victory Вы знаете Смерть не является поражением для христиан Это победа Hallelujah So we are able to endure Any persecution By the help of the Holy Ghost Мы способны совладать С любыми гонениями Только благодаря силе Духа Святого Hallelujah It doesn't matter What you have to do It doesn't matter What you have to face The Holy Ghost can help you Now Who is the Holy Spirit available to? Well Look at Galatians 3 13 and 14 Galatians 3 13 and 14 Christ has redeemed us From the curse of the law Being made a curse For us For as it is written Cursed is everyone That hangeth on a tree That the blessing of Abraham Might come on the Gentiles And that we might receive The promise Of the Spirit Through faith Galatians 3 13 and 14 Christ has redeemed us Christ has redeemed us You are born You are born Of God's Spirit And then You have the opportunity To return To the Father To the Holy Spirit And ask that He He will be To the Holy Spirit His Holy Spirit And His power Hallelujah You can begin to speak In tongues That is available To every person On the earth Everyone Now looking back At Romans 8 26 again Now the Holy Ghost Will not just help you Do the works Of God The Holy Ghost Will help you Walk in the Spirit He is not just in you To help you Do miracles He is with you To help you Live For God Every day Now in Romans 8 26 It says He helpeth us That word Helpeth Is from a Greek Phrase I'll say the word In Greek You don't have To repeat it It is That's the Greek word Now it means this To take hold Like a rope To take hold To gather with Against Вместе с Кем-то Против To take hold Together with Against Okay If I'm in a tug Of war I grab the rope And I put my weight Against the rope But there's things You can't do There's things That are coming Against you Things you need To pull But you can't Do it by yourself So here's what Happens You take hold First And put your Weight against it Then You Turn around Okay She takes a hold Of the rope And puts her Weight against it So the Holy Ghost He comes And takes the rope With us Together With us And he puts His weight Against it If the Holy Ghost Is putting his Weight against it There isn't anything I can't pull Но вы знаете Если Дух Святой Он приложит Свою руку К тому что я делаю И к тому что я тяну Нет ничего Невозможного Чего бы я не достиг Hallelujah But notice Но заметьте It does not say The Holy Ghost Will take hold Against things Заметьте Не сказано Что Дух Святой Он будет Самостоятельно Приходить И самостоятельно Тянуть It doesn't say that Здесь этого не сказано It says He will take hold With you Здесь сказано Что Он Возьмется За это дело С вами If you do not Take hold First He will not Take hold Если вы не возьмет Из-за дела Не начнете Ничего делать Дух Святой Тоже будет Не причастен К этому Аминь He doesn't Do it For you He helps You do it Вы знаете Дух Святой Он не призван Для того чтобы Делать что-то За вас Вместо вас Он призван Помогать вам So I have to Take hold First И мне приходится Браться за дело За эту веревку Первым I have to do Something first Я первый Должен Что-то Сделать I have to Say something First Я должен Сказать что-то Промолвить что-то Первым Я должен Промолиться Что-то Первым Я должен Помолиться За что-то Первым I step Out To obey Как только Я начинаю Подчиняться Тогда Он берет Эту веревку Этот канат С мной Я продолжаю Делать то К чему Я призван И Он Продолжает Помогать Но когда Я останавливаюсь If I let go Если я отпускаю Then he Let's go Тогда и он Отпускает I mean I Initiate it I Give it Place I give it Authority У меня У меня Есть Авторитет У меня Есть Власть Здесь На земле If I Don't Do Anything He Doesn't Do Anything I Mean Some People Are Sitting There Well I'm Just Waiting For God To Do It And God Saying No I'm Waiting For You To Start Something Hallelujah Look at Romans 8 Again Look down At verse 13 And 14 He Says For If we Live After The Flesh We Will Die But If We Through The Spirit Mortify The Deeds Of The Body We Will Live Okay If I Yield To The Flesh If I Walk Toward The Flesh I'm Going To Die I'm Going To Die I The Bible The Word Death Does Not Mean Something Stops Death Means Separation So If I Go After The Flesh If I Obey The Flesh And The World If I Obey Temptation I'll Go Toward The Flesh When I Do That I'll Separate From The Spirit Amen Amen But If I Go Toward The Spirit If I Go To To The Hallelujah Then The Spirit Will Help Me And If I Go Toward The Spirit I Will Say No To The Flesh The Pull Of Temptation The Pull Of Temptation My Body My Flesh The World People All These Things Are Pulling On Me But I Don't Want To Go That Way I Want To Go Toward The Spirit I Want To Walk In The Spirit But If I Resist The Flesh Myself There Is No Power There Is No Power In Saying No No I Know I If All I Do Is Say No 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 I'm Going To Be Pulled Toward The Flash How How I Say No To The Flesh I Say Yes To The Spirit When When Say Yes To The Spirit You Are Saying No To The Flesh Amen Paul Paul Said In Romans If I Yield To The Spirit I Will Not Yield To The Flesh But If I Do Not Yield To The Spirit I Will Yield To The Flesh No Yes Leia Bud Abra Chats K New Bud Chats K Duh My Vzglad And Vs My Pomish Lini A Ne Bud Abra Chiny K Plati When You Are Pulled By The Flesh K K Duh Tjani Tjani Tvai Plo When A Temptation Comes K K Duh At That Very Moment The Holy Ghost Will Give You Something To Do Duh S On Da Are You Here Today How Many Of You Are Here Today Do You Have A Body Do You Get Tempted Every Day You Don't Have To Yield To Temptation Because If You Follow God When You Come To That Place And You're Being Tempted To Go The Wrong Way God Will Give You A Way To Escape The Bible Says When The Temptation Comes God Gives You A Way To Escape He Gives You Something To Say He Gives You Something To Do To Step Toward The Spirit If You Obey And Step Toward The Spirit He Helps You Go Toward The Spirit And He And That Breaks The Power Of The Temptation How 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 I Know What To Do How Do I Know What To Obey How Verse 14 14 For As Many As Are Led By The Spirit Of God They Are The Sons Of God The Holy Ghost Will Lead You The Holy Ghost Will Guide You Amin Right At That Moment Something Starts To Pull And You Can't Resist By Yourself He Will Give You Something To Do Something You Can Do You Start To Do It And He Grabs A Hole And Pulls You To The Spirit He Pulls You Out Of The Temptation Hallelujah John 15 7 Jesus Said If You Abide In Me And My Words Abide In You Then You Shall Ask What You Want And It Will Be Done For You So We Have To Seek God Every Day We Need To Do The Things We Know We Need To Do To Seek God And Then When We're Faced With Something We Can't Do The Holy Ghost Will Help Us Let's Look At Another Example Imagine A Wagon And It Has A Weight On It And This Is What I Need To Do For God Okay In The World There Is A Horse It's Called A Shetland It's About This Big It's A Horse Smaller Than A Dog But It's A Horse The Horseshoe Under The Thing Is About That Big Real Small Okay There's Another Horse Called A Clydesdale Big Horse If You Stand Next To A Clydesdale And I Put My Hand On The Back Of The Horse It Would Be Like This That's How Big The Horse Is The Horseshoe Under Is About That Big Big Horse Okay Connected To The Wagon Is A Harness And To Wagon Is A To Help Us Tя Okay On One Side Of The Harness Is You You're The Shetland Pony I Mean You've Got This Big Wagon With This Big Weight There's No Way You Can Pull This Wagon Amen But In The Harness Next To You Is The Holy Ghost Your Harness Together Together With The Holy Ghost But He's Not Standing Up He's Got His Body Down So You're Standing On The Ground Now You Have You Move This So God Gives You Something To Do God God You Do When You Start To Do It You Put Your Weight Into The Harness You You To Your Wess Your Wess To This Wess Amen You Leaning Your Weight Into The Harness Is Your Obedience To Do Something Now At That Moment You're Not Moving The Wagon You're Just Leaning Into The Harness But When You Do That The Holy Ghost Stands Up And He Starts Pulling Now The Wagon Starts Moving But Now Remember You're This Little Horse Big Horse So When He Stands Up The Harness Goes Up In The Air So You're Just Hanging There He's Actually Not Only Is He Pulling The Weight But He's Carrying You Amin As Long As You Keep Obeying He Stays Up And He Keeps Pulling When You Stop He Stops And Goes Down Amin Amin So God Talks To You About Accomplishing This Big Thing How Are We Going To Do This You're Not Going To Do This The Holy Ghost Is Going To Do This What Are You Going To Do God Gives You Something To Do That You Can Do You Step Out By Faith And Obey You You Can Do When You're Doing The Thing You Can Do The Holy Ghost Starts Doing Things You Can't Do Hallelujah Oh But I Have Difficulty In Life Then Stop Struggling Seek First The Kingdom Seek The Lord Follow The Lord And He Will Give You Things To Do When You Do Them Then God Moves I Mean God Never Asks Me To Do Things I Can't Do You Know God Never Asks Me To Do Things I Can't Do For Example God Never Tells Us To Go Heal People You Can't Find That In The Word God Does Not Say Go Into The World And Heal People Because You Can't Heal People I Can't Do That So He Tells Me Something I Can Do Go Lay Hands On The Sick In Jesus Name That I Can Do I Can Lay Hands On The Sick In Jesus Name But I Can't Heal Them But If I Do What He Tells Me To Do Lay Hands On The Sick In Jesus Name Then The Holy Ghost Will Do What He Can Do Through My Obedience He Will Heal Them I Can't Save Anybody God Never Said Go Into The World And Save Everybody No He Says Go Tell Them The Gospel And Give Them An Opportunity I Can't Save Anybody But I Can Go Tell People About Jesus And I Can Give Them An Opportunity Would You Like To Receive Jesus I Can Do That When I Do That If The Person Calls On The Lord Then God Can Save Them The Bible Says In Ephesus God Did Miracles God Did Miracles Through The Hands Of Paul They Brought Handkerchiefs To Him Cloth They Brought Cloth To Him He Put His Hand On It And Prayed They Took It To People In The Name Of Jesus Laid It On The Sick And The Anointing Went Into Their Bodies And They Were Delivered And Healed Paul Couldn't Do Miracles But He Could Obey God God Said Get Cloth Lay Hands On It And Send It To The Sick That Was Paul Taking Hold When He Did That The Holy Ghost Took Hold And Healed The People Did Miracles Hallelujah Stop Trying To Do Everything Yourself Stop Trying to Live A Holy Life By Yourself Because You Can't Do It Stop Trying To Do All This Ministry Things By Yourself Because You Can't Do It You Can't Change A Nation But God Can Change A Nation If You Do What He Tells You To Do Pray Pray In Tongues Preach Minister To People If You Do That God Can Change A Nation But If You Stay Home And Do Nothing God Can't Do Anything And God Will Give You What Your Do Is You Don't Have To Create A Do What Can I Do What Can I Do No God Will Give You A Do God Will Show You Something Look At Romans 8 Again We're Almost Finished Are You Learning Something How Many Of You Want To Walk With God How Many Of You Want To Say No To The World And To Flesh And Temptation Then Stop Thinking About All Those Things Stop Talking About All Those Things Talk About The Kingdom Think About The Kingdom Do Kingdom Things That's Your Part For Example Come To Church With Other Believers I Discovered Something You Cannot Live A Holy Successful Life In God By Yourself You Can't Do It We Need The Body We Need Each Other Hallelujah Romans Chapter 8 Verse 1 There Is Therefore Now No Condemnation To Them Which Are In Christ Jesus Who Walk Not After The Flesh But After The Spirit So So You Can Go Either Way It's Not Up To God It's Not Up To The Devil You Make The Choice Verse 2 For For Law Of The Spirit Of Life In Christ Jesus Has Made Us Free From The Law Of Sin And Death Jesus Set You Free From Them Sin Has No Power To Make You Do Something In Fright In Christ You're Free From That Power If You Do Something Wrong Don't Blame The Devil You Chose To Do It Because Of Jesus I Can Choose The Spirit The Devil Can't Stop Me If I Choose The Spirit Oh My Goodness Verse Three For What The Law Could Not Do And That It Was Weak Through The Flesh God Sending His Own Son And The Likeness Of Sinful Flesh And For Sin Condemn Sin In Our Flesh Jesus Defeated The Power Of Sin Even In Our Own Lives Now Why Is He Set Me Free That The Righteousness Of The Law Might Be Fulfilled In Us Who Walk Not After The Flesh But After The Spirit Hallelujah Jesus Set Us Free So We Don't Have To Yield To Sin We Don't Have To Yield To The Devil Because I'm Free In Christ I Can Yield To The Holy Ghost And I Don't Care What Is Happening The Holy Ghost Will Help Me Stay In Righteousness And He Will Help Me Manifest The Fruits Of The Spirit But I Got To Make That Choice Here's A Secret You Want To Know A Secret Look At Verse Five This Is What Decides Defeat Or Victory For A Christian Not What Jesus Did Not What The Devil Does It It's What You Do Verse Five They That Are After The Flesh Do Mind The Things Of The Flesh But They That Go After The Spirit Mind The Things Of The Spirit How Do I Mind The Things Of The Spirit I Read My Bible I Pray In Tongues I Worship God I Go To Church I Seek The Kingdom First I Mean You're Not Getting It It's Such A Simple Revelation It's Going Right Over Your Head How Many Of You Want To Win Okay Then Don't Give Attention To The Flesh Don't Let The Flesh And The World Be The First Thing In Your Life Don't Spend All Your Time Talking About The World And Your Flesh And Your Body And The Things You Want Don't Talk About Those Things Talk Talk About The Kingdom Talk About The Word Talk About Who You Are In Christ Talk About The Spirit Man Amen If If Will Concentrate On The Kingdom And The Spirit You Will Go That Direction You Will Follow After The Spirit If You Will Do Those Things But If You Don't Do Those Things You Will Follow After The Flesh It's Up To You We Can Choose Hallelujah I Can Go After The Spirit Or I Can Go After The Flesh If I Go After The Spirit No Matter What I Face The Holy Ghost Will Lead Me And When I Obey Him He Will Help Me He'll Help Me Overcome Anything He'll Help Me Walk Away From Sin He'll Help Me Accomplish Anything God Wants Me To Do But I Have To Obey First Look At Psalms 46 1 And We'll Close With This Did You Learn Something Today How Many Of You Feel Like You're In A Tug Of War I Mean But I Actually A Lot Of Times I Don't Feel Like A Person Holding The Rope I Feel Like I Am The Rope And I'm Being Pulled On All The Time If I Obey The Word And Obey The Holy Ghost Then The Holy Ghost Grabs Hold And Pulls Me Toward The Spirit If I Ignore The Kingdom The Devil Is Going To Pull Me Right Into The World Psalm 46 1 God Is Our Refuge And God Is Our Strength Who's Your Deliverer God Who's Your Strength God Notice The Next Part He Is A Very Present Help In Time Of Trouble I Don't Care Where You Are The Holy Ghost Is Right Here And He's Ready To Help Listen I Don't Care Stay Right There I Don't Care If You Have Walked Away From God And You've Gotten Far From God The Holy Ghost Is Still Right Here And If You Want To Come Back If You'll Take One Step The Holy Ghost Will Help You Come Back Oh But I've Done Some Terrible Things Who Cares Oh You Don't Know What I've Done No And I Don't Want To Know What You've But God Knows What You Did Jesus Died Because Of What You Did Wrong He Already Paid For It I Know Some People In Ministry They Made Some Mistakes You Know God Wants Them To Go Down This Road And They Missed God And They Got Off The Road They Did Some Things That God Really Didn't Want Them To Do And They Made Some Mistakes They Weren't Doing Horrible Sin They Just Made Mistake They Missed God So They Got On Another Road They Think Oh I Made So Many Mistakes I Can Never Do What God's Will Is When You Come To That Place And You I Made Mistakes Right There The Holy Ghost Is With You And He Can Help You Get Right Back On The Road You're Supposed To Be On I Know Ministers That Have Made Big Mistakes And They Think Oh God Can't Use Me Anymore I'll Never Accomplish What He Wanted Me To Do Now When I Went To Bible School I Was Her Age First Class There Was A Woman Sitting Next To Me She Is 73 Years Old 73 She Started Bible School So We Became Friends And She Told Me Her Testimony She Got Saved When She Was A Little Girl Got Filled With The Holy Ghost When She Was 13 And God Began To Talk To Her About Being An Evangelist But When She Was 17 She Met This Boy In Church They Fell In Love They Got Married She Had Six Children And She Didn't Have Time To Go To Bible School She Didn't Have Time To Be An Evangelist But She Stayed In Church She Helped Church She Did What She Could Do But She Couldn't Go Out And Preach Because I Got A Husband And Six Children When She Was 72 Her Husband Went Home To Be With The Lord He Was 79 So She 72 Years Old All The Children Are Grown Up They're Married And They Have Their Own Children So She Buries Her Husband All The Children Go Home She's Sitting At Her Kitchen Table Just Drinking Some Coffee And She Said Well Lord She's Thinking Lord I've Had A Good Life Thank You For A Good Life And The Lord Speaks Now You Are Free To Do What I Called You To Do She Spit Her Coffee On The Table Lord What Are You Talking About I've Served You All My Life I've Raised Six Children And They All Serve You Yes But I Had Another Calling For You I Called You To Be An Evangelist But Lord I'm 72 Years Old So The Lord Said Go To Bible School And Start Being An Evangelist So Here She Sitting Next To Me In Bible School We Went Through Two Years She Graduated From Ramah Now She's 75 She's About This Tall Little Woman But A Fire Ball So She Graduates 75 And She Starts Preaching Amen She Goes To Nursing Homes And She Preaches Like An Evangelist She Preached She Traveled All Around And Preached Until She Was 92 17 Years After That She Couldn't Travel Very Well So She Worked In Her Local Church Till She Died She Was 95 Oh Father I've gotten So far Away It's been So long I know What You Wanted Me To Do But I Miss That So Just Give Me Something Simple To Do In The Church And I'll Be Happy No When You're Ready I don't Care How Old You Are With The Help Of The Holy Ghost You Can Come Back And You Can Fulfill God's Call For Your Life We Cannot Do The Things Of God By Ourselves We Cannot Do It But We Are Not Supposed To Do It By Ourselves We Do What He Gives Us To Do Amen And It's Always Something Simple Somebody Asked Me One Time Why Does God Use You To Preach The Gospel All Over The World Because I Know How To Get On A Plane Because I Know How To Get On A Train Because I Know How To Get In A Car I Also Know How To Walk I Know How I Mean Do You Want To Know The Secret To My Success In Ministry I Know How To Show Up If you Show Up God Use You If You Don't Show Up He Can't Use You I Show Up Even I Can Do That Hallelujah Don't Look And Think Oh To Serve God I Have To Do These Big Things Amen No All You Have To Do Is The Little Things That God Tells You To Do Every Day That's All You Have To Do How Many Of Can Remember Three Words If You Can Remember These Three Words You Can Walk In The Spirit And Serve God Ready These Are Big Complicated Words Read Pray Do Want me to say it again? Read Pray Do At night Go to bed Sleep Wake up Read the Bible Pray in tongues Praise God Talk to God Then Then Do What You Have Read And Do What You Heard In Prayer Then What Do I Do Go to bed Wake up In the morning Read Pray Do That's your part Everything else Is God's part You do your part If you Do your part And The Holy Ghost Will Help You Do God's Part Is that Simple? Oh my God They're Looking at Me Like Oh 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 Давайте Скажем Спасибо 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 Огромное Спасибо Он сейчас Едет В Правобережную Цехов Это будет Его Третарь Цехов Сегодня Слава Богу Аллилуйя Это пример Служителя Это пример Бескорыстного Служения Слава Богу